Аркам ТВ представляет Мы продолжаем наш цикл уроков, посвященных событиям Судного дня. На прошлой лекции мы говорили о встрече с Аллахом, которая нам предстоит. Также мы говорили о том, что в тот день все люди предстанут перед Аллахом, субханаху ва тааля. И сегодня мы перейдем уже к новой теме. Перед тем, как ее начать, я бы хотел повторить, что все описываемые нами события необязательно идут в хронологическом порядке. Более того, каждая из них может произойти в любой момент Судного дня. Мы лишь стараемся провести все достоверные доводы, подтверждающие то или иное событие. Что же касается точной последовательности, то у нас нет сведений об этом. Мы можем руководствоваться лишь некоторыми общими представлениями. Скажу лишь, что один из ключевых моментов состоит в том, что, по всей видимости, события Судного дня будут относительными для каждого человека и каждой группы. То есть для каждого человека Судный день будет восприниматься несколько по-своему. Итак, я опять повторюсь, мы с вами не обязательно идем в хронологическом порядке. Наша цель – привести достоверные предания и доказательства каждого события из Корана и Сунны, после чего идти дальше. Итак, следующими нашими темами были пришествия Аллаха так, как подобает Его величию, и представление всех людей перед Аллахом, Субханаху и Тааля. Сегодня мы поговорим о том, как Всевышний Аллах будет обращаться к творениям, и как творения будут понимать Аллаха, Субханаху и Тааля. Об этом также прямо говорится и в Коране, и в Суне. Например, в суре «Аль-А'раф» в 6 и 7 аятах Всевышний Аллах говорит «Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников». Таким образом, Всевышний Аллах будет спрашивать людей, и это будет один из видов расчёта в Судный день. Сначала Аллах, Субханаху и Тааля, обратится к пророкам. Об этом также говорится в нескольких аятах Корана, например, в суре «Аль-Маида» в 109 аяте. Всевышний Аллах говорит в тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет «Что вам ответили?» Аллах спросит их, какой ответ они получили от своих общин. Если же говорить конкретно о допросе людей, то в суре «Аль-Хиджр» в 92 и 93 аятах Всевышний Аллах говорит «Клянусь Твоим Господом, мы непременно всех их спросим о том, что они совершали». Аллах клянется Самим Собой, что Он непременно спросит каждого из людей без исключения о том, что они совершали. В другом аяте Всевышний Аллах говорит «Остановите их, и они будут спрошены». Остановите их, не разрешайте им просто пройти. Остановите их, они непременно будут спрошены. Также есть множество хадисов на эту тему, в том числе один прекрасный хадис из Сахи Халь-Бухари. Это поистине удивительный хадис. Абдуллах ибн Унейс, да будет доволен им Аллах, говорит «Я слышал, как Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «В Судный день Всевышний Аллах соберет всех людей голыми, босыми, необрезанными, такими, как когда-то родила их мать». «И затем Он обратится к ним громким голосом». Очевидно, что речь Аллаха не подобна нашей речи. И далее приводится интересное описание, которое использовал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал «Ясма'уху ман ба'уда, кама ясма'уху ман каруба». Те, кто были вдалеке, услышат его так же, как и те, кто были рядом. Когда я говорю, то тот, кто ближе ко мне, услышит меня лучше, чем тот, кто вдалеке. Но речь Аллаха не подобна нашей с вами речи. Да и любой другой, его атрибуты и качества не подобны нашим качествам. Итак, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что Всевышний Аллах обратится к ним громким голосом. Однако этот голос, который будет услышан, присущ только Всевышнему Аллаху. Поэтому находящийся вдалеке услышит его точно так же, как и те, кто были рядом. И затем Всевышний Аллах скажет «Я царь, я истинный судья, все подчиняется мне, я царь, я судья». Все услышат эти слова, которые Аллах, Велик Он и Возвышен, скажет о себе. «Сегодня я царь, я судья». Во многих хадисах Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, что в Судный день Всевышний Аллах обратится к Адаму, к Нуху, к Ибрахиму, мир им всем. И так же Аллах обратится к нашему Пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Разумеется, эта речь будет обращена к Пророкам. И уже после этого Аллах, Велик Он и Возвышен, обратится к верующим. Что же касается неверующих, которые не отвергали Аллаха, то есть некоторые доводы, говорящие о том, что Аллах будет говорить с ними. И так же есть доводы о том, что Аллах не будет говорить с ними. Как же нам объединить эти два мнения? В Благородном Коране есть такие слова. «Ва ла юкаллимухуму Аллаху, ва ла янзору Илейхим, яумал киямати, ва ла юзеккихим». Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день Воскресения и не очистит их. Так же Всевышний Аллах говорит «Каляхся уфиха, ва ла ятукаллимун». «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». «Ва ла ятукаллимун» – «не говорите со мной». В Сахихе Аль-Бухари приводится хадис, в котором Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Стремя не заговорит Аллах в судный день, не очистит их и не постарит их». Есть три разные версии, в которых говорится про три разных качества. Но говоря в общем, это будет высокомерный человек, а также тот, кто клянется Аллахом и при этом лжет, также упоминаются многие другие категории людей. Тем не менее, в хадисе совершенно четко говорится, что будут три категории людей, с которыми Всевышний Аллах не заговорит и на кого Он не посмотрит. Таким образом, здесь указано на то, что Аллах не посмотрит и не заговорит с некоторыми людьми в судный день. В то же время, читая другие аяты, у нас складывается впечатление, что все творения услышит Аллаха Субханху ва Тааля. Ибн Кафир привел свой комментарий и как бы объединил эти два мнения. Он говорит, это значит, что Аллах не посмотрит на них с милосердием. И Аллах не будет разговаривать с ними с милосердием, поскольку у нас есть другие свидетельства, указывающие на то, что все человечество предстанет перед Аллахом Субханху ва Тааля, и Всевышний Аллах посмотрит на все человечество. Но будут среди людей те, на которых Аллах будет смотреть с милосердием, а те же, которые отвергли своего Господа, не удостоятся никакого милосердия. Что же касается мнения о том, что Аллах не будет разговаривать с неверующими, то Аль-Куртуби и другие толкователи Корана сказали, что Судный день будет очень длинным. И поэтому временами речь Аллаха, обращенная к неверующим, будет для них наказанием. А временами наказанием для них станет то, что Аллах будет их полностью игнорировать. И то и другое станет для них мучительным наказанием. Каким образом? Представьте такую ситуацию. Опять же, я привожу этот пример только для того, чтобы нам было понятнее. Представьте, что некий тиранический режим заточил в тюрьму множество людей. И они даже не могут обратиться к Судье, не могут хоть как-то связаться с внешним миром и защитить себя. И само это изолирование является для них пыткой. Теперь представьте, что они предстанут перед Судьей, единственной задачей которого является наказать их и запечь в тюрьму на максимально долгий срок. И это тоже, разумеется, является для них наказанием. Опять же, я привел вам этот пример для того, чтобы вам было понятно, а не для того, чтобы сравнить это с деяниями Аллаха. Я просто сравнил ситуацию в этом мире, которая понятна и ясна нам, и затем экстраполировал ее на следующую жизнь. Когда человек сидит в одиночной камере, лишенной контактов с внешним миром, это само по себе уже является ужасным наказанием. И когда он будет знать, что суд уже решил его судьбу и заранее приговорил, то это тоже будет для него пыткой. И чтобы объединить эти противоречащие друг другу свидетельства, мы скажем, что в определенный период Судного дня Всевышний Аллах не будет говорить с неверующими и также не позволит им говорить. И это будет наказанием для них. И будет время, когда Аллах будет обращаться к неверующим. И это вселит беспредельный ужас в их сердца. Поскольку, когда Сам Аллах, Царь Царей, будет обращаться к вам и указывать на ваши грехи, и вы будете знать, что это правда, то представьте, как это должно быть страшно. Вот как мы можем объединить в Коране и в Сунне то, что в Судный день Всевышний Аллах временами будет говорить с неверующими, а временами не будет. Так мы узнали, что в Судный день Всевышний Аллах будет смотреть на Свои творения, и некоторые творения будут смотреть на Него. И Аллах будет разговаривать с некоторыми творениями. Теперь мы переходим непосредственно к «Аль-Хисабу» – расчету в Судный день. И это также будет многоступенчатый процесс. Мы начнем на этом уроке, а на следующем уроке мы перейдем уже к другому виду хисаба, поскольку «хисаб» с арабского переводится как «расчет». Поэтому бухгалтера в арабском языке называют словом «мухасиб», от глагола «хасиба» – «проводить расчет». А слово «калькулятор» на арабском звучит как «Алятуль-Хисаб» – дословно «орудие» или «инструмент расчета». Компьютер по-арабски будет «хасуб» – «все это люди или вещи, которые производят расчеты и вычисления». Так вот, когда мы говорим про «хисаб» в Судный день, мы имеем в виду фактический расчет, строчку за строчкой. Когда нам вручат наши свитки с деяниями, начнется расчет, и он будет проходить различные этапы и виды, будет множество механизмов расчета. Поэтому сегодня мы начнем, а на следующей неделе, иншаллах, продолжим тему расчета в Судный день. Итак, один из видов расчета, который мы на самом деле все желаем, это так называемый «Аль-Ард». Мы уже говорили о нем на прошлом уроке. Это будет общий осмотр, общее представление, когда Всевышний Аллах посмотрит на Свои творения. И, как мы разъяснили на прошлом уроке, для некоторых людей это и будет их расчет. У каждого из нас будет личная встреча с Аллахом, субханаху ва-та'аля. И в тот момент, даже несмотря на то, что мы будем окружены миллиардами людей, нам будет казаться, что мы совершенно одни, как будто Всевышний Аллах сосредоточился только на нас. Так мы будем это ощущать, поскольку очевидно, что у всех вокруг будет такое же ощущение, что они наедине с Аллахом, субханаху ва-та'аля. Однажды Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, спросили, «Как Аллах одновременно произведет расчет всех творений?» И он ответил, так же, как Всевышний Аллах одновременно обеспечивает пропитанием каждое творение. Каждый человек, каждое живое творение получает свой удел. Я получаю свой удел, птица получает свой удел, рыба получает свой удел. И все это происходит одновременно. Всевышний Аллах заботится о каждом из нас. И так же одновременно Он будет производить расчет каждого из нас. Итак, самая легкая, наименее сложная стадия расчета, на которую мы все надеемся, это стадия общего представления наших деяний. О ней прямо говорится в хадисе Ис-Сахих аль-Бухари, переданного от матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах. Она говорит, что однажды пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Тот, у кого потребует полного отчета, кто будет тщательно опрошен и проверен, тот будет подвергнут наказанию». Есть такое понятие, как «никаш», что переводится как «подробная тщательная проверка». Например, когда выпускник университета защищает свою дипломную работу, то это называется «мунакаша». Также, когда люди спорят между собой, когда происходит обоюдное припирание, то это также называется словом «мунакаша». Так вот, наш пророк, салаллаху алейхи ва салям, использовал этот же самый глагол, только в страдательной форме. «нукаша», то есть тот, кого будут тщательно проверять, и кому будут говорить «посмотри сюда», а теперь «посмотри туда», а это что? Именно такой человек и будет наказан. Так вот, Аиша, да будет доволен ею, Аллах спросила, «О посланник Аллаха, разве Всевышний Аллах не сказал в Коране, «тот, кому его книга будет вручена в правую руку, тот получит легкий расчет». То есть будут люди, которые получат легкий расчет. Почему же будет наказание, когда Аллах сказал, что будет легкий расчет? И пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «это, в смысле то, о чем говорится в аяте, всего лишь представление. Это будет не тщательная и скрупулезная проверка, а лишь поверхностный осмотр». Итак, у нас есть два арабских слова, «никаш» или «мунакаша», что одно и то же, и «ард». «никаш» – это тщательная проверка, пункт за пунктом, подробная и скрупулезная проверка каждого деяния, тотальный расчет. Что касается арба или представления, то это будет общая поверхностная проверка, а не строгая, строчка за строчкой. Так вот, Всевышний Аллах говорит в Коране, «фа сауфа юхасабу хисабан ясира». Тот получит легкий расчет. И именно этого мы желаем. Мы желаем легкого расчета. Такое часто можно увидеть в школах, хотя сейчас все основано на сдержках и противовесах. Но помню, когда я учился в школе, было то же самое. Учителя так хорошо знали студентов, что уже заранее угадывали, кто какие оценки получит, кто хорошо сдаст экзамены, а кто провалит. И поэтому, когда очередь доходила до самых лучших студентов, всегда получавших пятерки, учителя, они проверяли их работы тщательно, а лишь слегка проходились по ним, отмечая, что все задания сделаны, и затем сразу ставили пять. Что же касается троечников или слабых хорошистов, еле успевавших, то учителя очень внимательно проверяли каждое задание, чтобы не упустить ни одной ошибки, и которая может повлиять на оценку. А те, которые всегда были отличниками, просто ставили свои тетради на стол, учитель брал их, бегло осматривал, так, хорошо, все на месте, и отдавал обратно. Он не проверял каждое задание с красной ручкой на готове, поскольку по своему опыту он знал, что этот студент всегда сдает работу на пять. Очевидно, в наши дни мы так не делаем. Сегодня никто не позволит учителям так делать. Но когда я рос и учился в школе, я прекрасно помню, что такое происходило. И все все понимали, никто не жаловался. Все понимали, что этот студент – круглый отличник. И он заслужил такое отношение своим усердием и постоянством. Поэтому его работы не проверяют досконально, поскольку учителя знают, что у него и так все хорошо. Именно это подразумевается в слове «Ард», которое упомянуто в хадисе. Это лишь поверхностное, общее прохождение. И именно это имеется в виду в аятах, тот, кому его книга будет вручена в правую руку, тот получит легкий расчет. А тот, чьи деяния будут досконально проверяться, строчка за строчкой, слово за словом, то даже если он пройдет расчет, кстати, тщательная проверка деяний не означает, что он отправится в ад. Тем не менее, наш пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Тот, у кого потребует полного отчета, кто будет тщательно опрошен и проверен, тот будет подвергнут наказание». Приведу вам еще один пример. Повторюсь, это всего лишь пример, и никто не должен думать, что я сравниваю этот мир с вечной жизнью. Представим, что вы заполнили налоговую декларацию. Вы все сделали правильно. Но все равно налоговая служба отправила вам письмо с требованием предоставить все чеки, чтобы удостовериться, что все заполнено точно. И даже если к вам не будет никаких вопросов, и вы все сделаете правильно, тот факт, что вами заинтересовались конкретные службы, уже является формой наказания. Вот о чем говорится в этом хадисе. «Тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию». Если Всевышний Аллах будет спрашивать вас за каждое ваше деяние, то даже если вы все пройдете, это само по себе уже будет мучением и наказанием, которое никто из нас не пожелает. Праведники и обладатели высшего уровня имана избегут этой участи. Суровый отчет постигнет тех, чьи благие и скверные деяния окажутся почти равными, или даже скверных деяний окажутся больше. Именно таких людей ждет доскональный расчет. Итак, это было одно понимание того, что такое ард и никашь. Еще мы должны знать, что людям будут вручаться физические свидетельства их деяний в Судный день. Будет основное вещественное доказательство. И это будут свитки с деяниями, которые были записаны ангелами еще при нашей жизни. Таким образом, представление нам свитков с нашими деяниями это одна из центральных тем всего Судного дня. В Коране и Суни есть более 20 доводов, где упоминается, что нам будут вручены наши деяния, которые мы сами совершили. Нам вернут их в Судный день, и получим мы их в виде свитков. В арабском языке используются два слова в значении свитки. Это сухуф и китаб. Оба эти слова имеют похожие значения. Сухуф – это завернутые листы, а китаб – сложенные в виде книги. Всевышний Аллах неоднократно упоминает в Коране о том, что наши деяния будут записаны. И это то, что знает каждый из нас. Еще будучи детьми, мы часто слышали о записи наших деяний. Повторюсь, об этом также говорится в Коране, о том, что есть специальные ангелы, записывающие абсолютно все наши деяния. Например, Всевышний Аллах говорит в суре «Каф» в 17 аяте. «Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, то есть записывают деяния». Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается «ракибу на атибр» готовый наблюдатель. Некоторые люди посчитали, что «ракиб и атибр» – это имена ангелов, находящихся справа и слева от нас. На самом деле нет, это не так. Ракиб и атибр – это не собственные имена, а прилагательные, описывающие этих ангелов. Ракиб и атибр – это имена прилагательные. «Ракибун атид» – это «готовый записывать наблюдатель». Ракиб – это тот, кто постоянно наблюдает, а атид отвечает за то, чтобы ничто не ускользнуло. Всевышний Аллах описывает этих двух ангелов, а не называет их. Таким образом, об ангелах, которые постоянно наблюдают за нами и записывают наши деяния, также прямо говорится в Коране и в Сунне. Например, в суре «Аль-Инфитар» Аллах Велик Он и Возвышен говорит «Воистину, над вами есть хранители». «Кирамен» — это благородные ангелы, «катибин» — записывающие песцы. И что они делают? «Они знают о том, что вы совершаете». Они записывают все деяния, которые мы совершаем. В суре «Алю-Имран» в 181-м аяте Всевышний Аллах угрожает тем, которые совершали злодеяния и сказали ужасные слова, и говорит «Мы запишем то, что они сказали». В суре «Ясин» в 12-м аяте Всевышний Аллах говорит «Воистину, мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили из благих и скверных дел, и что они оставили после себя. Мы записываем даже их следы». «Во азарахум» Другими словами, это настолько всеохватывающая запись, что в ней ничего не ускользает. Зафиксирован каждый шаг, который они совершали. «И всякую вещь мы записали в ясном руководстве». Все было записано в изначальной книге, в реестре. Всевышний Аллах называет его «имамом», не тем, за кем вы следуете в молитве, а записью, которая следует за вашей жизнью. Все, что вы делаете, записывается в особом реестре. И он подобен имаму, который содержит данные обо всей вашей жизни. Итак, Аллах говорит «Всякую вещь, все, что совершают люди, мы подсчитали в ясном руководстве». Также об этом прямо говорится в суре «Ат-Тауба» в 120 и 121 аятах. «Не следовало жителям Медины и бедуинам из окрестностей, оставаться позади посланника Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед его жизнью». То есть это неправильно – предпочитать свои жизни перед посланником Аллаха. И далее Всевышний говорит «Это потому, что жажда, усталость и голод, постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им, как добрые дела». Как видно, здесь опять подтверждается идея о записи деяний людей. Кстати, не только два ангела записывают наши деяния. Да, несомненно, два ангела прямо назначены для этого дела. Однако ангелов, записывающих деяния людей, намного больше. Особенно в Судный день будет огромное количество ангелов, которые записывали наши деяния. Получается, мы сами будем авторами этих записей, а ангелы будут лишь теми, кто их записывали. И в Судный день, когда нам представят наши свитки, мы узнаем свои деяния и поймем, что именно мы являемся их авторами. Это мы все записали посредством ангелов. И, как было сказано, не только два ангела будут писать, и тому есть доказательства. Например, в хадисе из сборника Аль-Бухари Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «В пятницу ангелы встают у двери мечети, и записывают каждого входящего, начиная с первого». И чем раньше вы придете, тем больше награды вы получите. И так, есть ангелы, записывающие подобное благодеяние. Есть еще один достоверный хадис из Сахиха Аль-Бухари, где говорится, что однажды Пророк, салаллаху алейхи ва салям, совершал молитву и, поднявшись с поясного поклона, он сказал «Сами Аллаху лиман хамида», что переводится как «Аллах услышал того, кто восхвалил его». Один человек услышал эти слова и чисто инстинктивно, без какой-либо подготовки сказал «И так далее, восхваляя Аллаха всевозможными восхвалениями». Когда молитва закончилась, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, спросил «Кто сказал эти слова?» Наступило молчание. Затем он повторил «Кто это сказал?» И тогда человек робко произнес «Это был я, его посланник Аллаха. Я хотел только как можно лучше восхвалить Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Поистине я видел 30 ангелов, соревнующихся друг с другом в том, кто первым запишет эти слова и покажет их Аллаху». Слова того сподвижника оказались настолько прекрасными, что все ангелы стали соревноваться друг с другом, кто же первым запишет эти слова и отправит их к Аллаху, субханаху ва тааля. «И так, здесь говорится уже о 30 ангелах». То есть записывают деяния не только два ангела. Более того, помимо них есть и другие ангелы, представленные к нам. «И которые сменяются друг с другом». И не потому, что им становится скучно. Не потому, что они устают и им надо восстановиться. Нет. Это потому, что они хотят поклоняться Аллаху разными способами. И один из видов их поклонения – это записывать наши благие и скверные дела. Так вот, к нам представлены ангелы, сменяющие друг друга. И эта смена происходит на молитвы Фаджар и Аср. Если мы регулярно будем совершать эти две молитвы, то ангелы будут сообщать об этом благодеянии Аллаху, субханаху ва тааля. Таким образом, в текстах прямо говорится, что ангелы будут записывать наши деяния. Кстати, мы должны быть очень признательны и смиренны перед Аллахом за огромное количество милостей. В муснаде имама Ахмада приводится хадис, в котором Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Инна Аллаха катаба аль хасанати ва сайя'ат». Поистине, Аллах записал благодеяния и злодеяния, и потом разъяснил их. «Кто задумает совершить какое-то благодеяние, но не совершит его, Аллах записывает это у Себя как полное благодеяние. А тому, кто задумает совершить благодеяние и совершит его, Аллах запишет ему за это благодеяние 10 благодеяний, и до 700 раз, и до большого количества раз. А кто задумает совершить какое-то злодеяние, но не совершит его, Аллах запишет для него полное благодеяние за это. То есть он подумает о совершении греха, но затем скажет себе «Нет, нет, я не буду этого делать. Я боюсь Аллаха, субханху ва тааля». Он просто передумает совершать этот грех. Представим, что ему в голову пришла мысль украсть что-то. У него появилось искушение. Но затем он сказал себе «Нет, я не буду воровать». Только потому, что он переборол в себе это греховное желание, не стал воровать, а просто остался на месте, вот за это Аллах запишет ему награду как за полное благодеяние. И далее Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит, «А тот, кто задумает совершить какое-то злодеяние и сделает его, то Аллах запишет это как одно злодеяние, один грех. Субханаллах». Наши записи не будут вестись пропорционально. Нет, все настроено в пользу благодеяний. Если пожелаете совершить благодеяние, но затем передумаете по какой-то причине, вы все равно получите награду. Но если вы совершите благодеяние, вам запишется от 10 до 700 благодеяний. Если пожелаете совершить грех, но затем передумаете из-за страха перед Аллахом, вы все равно получите награду. Получается, в трех из четырех случаев вы можете получить награду. И только в четвертом случае, если вы все-таки совершите грех, вам он будет записан как одно злодеяние. Получается, это не объективная запись, если иметь в виду объективность в этом мире. Это очень милосердная запись, которую только милосерднейший Господь мог создать для нас. Это запись, которую мы бы не сделали даже для самих себя. Это запись, сделанная в нашу пользу. И поэтому горе тому, кто не сможет воспользоваться этой милостью и милосердием от Аллаха Великой на возвышен. Итак, мы узнали, что фактически мы являемся авторами своих свитков с деяниями. Это ведь наше благодеяние и злодеяние. В Судный день свитки с нашими деяниями будут возвращены нам. Они будут раскрыты перед нами. Нам будут показаны наши собственные записи, авторами которых мы сами будем являться. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Когда свитки с деяниями рабов будут развернуты, получается, свитки с нашими деяниями будут свернуты, и затем они будут развернуты». Имам Ат-Табари, комментируя этот аят, сказал, «В Судный день свитки с деяниями сначала будут свернуты, поскольку человек покинул мирскую жизнь, и его дела завершились, но затем они будут развернуты, и человек увидит все свои деяния, как хорошие, так и скверные. Когда свитки с деяниями рабов будут развернуты…» «Ва-идас сухуфу нушират». Есть еще один известный аят, в котором прямо указывается, что мы сами являемся авторами нашей книги деяний. И в Судный день нам вернут нашу книгу, ту самую книгу с деяниями, авторами которой мы являемся. Ее развернут прямо перед нами. Мы увидим ее в свежем, как будто бы только изданном виде в Судный день. Всевышний Аллах говорит в Коране, в Суре Аль-Исра, в 13 и 14 аятах. «И каждому человеку мы прикрепили его таир к его шее». Под словом «таир» здесь имеется в виду судьба. «И каждому человеку мы прикрепили судьбу его к его шее». А в День Воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Он увидит книгу со своими деяниями, развернутой перед собой. «Ик-ра-китаба-ка». И далее ему будет сказано «читай свою книгу». Человеку прямо будет сказано «читай свою книгу». Чья это книга? Твоя книга. Ты ее автор. «Ик-ра-китаба-ка, кафа бинавсика льявма алейка хасиба». «Читай свою книгу». «Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». Это очень сильные аяты. Я хочу, чтобы вы хорошенько поразмыслили над ними. Еще раз прочтите их. Это сура Аль-Исра, 13 и 14 аяты. «Читай свою книгу». «Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». Эта книга будет содержать абсолютно каждое деяние, которое мы совершили. Опять же, это повторение того, что я говорил три недели назад, когда мы говорили про 49 аят из суры Аль-Каф. «Будет положена книга». «Будет принесена книга». «И ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что они увидят в ней». То, что они увидят, повергнет их в ужас. «Они скажут, горе нам, что это за книга». «В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано». И далее Аллах говорит. «И они обнаружат перед собой все, что совершили. И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Мы являемся авторами книги наших деяний. И Всевышний Аллах вернет ее нам в сутный день. «Они обнаружат перед собой все, что совершили. И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Это твои же собственные деяния. Читай свою книгу. Это будут ваши деяния. Мои деяния. И мы собственными глазами увидим, что совершали в мирской жизни. Нам предоставят нашу собственную книгу авторами, которой мы являемся. И Всевышний Аллах прямо указал в Коране на цель всего этого. «Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». То есть, человек будет сам свидетельствовать против самого себя. Эта же идея упоминается в хадисе из сборника Абу-Давуда и других. Анас ибн Малик, да буди доволен им Аллах, передает, что однажды пророк, саллиллаху алейхи ва салям, улыбнулся. Анас говорит «О посланник Аллаха, почему ты смеешься?» Посланник, саллиллаху алейхи ва салям, сказал присутствующим «Знаете, из-за чего я смеюсь?» Из-за диалога Аллаха, аззи ва джаль, с его рабом. В судный день раб скажет «Разве ты не защищал меня от несправедливости?» И Всевышний Аллах ответит «Да, конечно». И тогда раб скажет «Сегодня я не позволю наказать меня, не предоставив свидетеля от меня. Я не позволю никому, кроме самого себя, свидетельствовать против меня». Что здесь имеется в виду? Как вы знаете, во время суда, если против вас свидетельствует ваш враг, то это конфликт интересов. Вы можете сказать «Это мой противник, я не доверяю ему. У нас с ним конфликт на почве денег. Он должен мне крупную сумму, однако он считает, что это я ему должен». Другими словами, он не является нейтральным свидетелем. А, как мы знаем, в любом суде одна из главных задач защиты – это подвергнуть сомнению надежность свидетеля. Адвокат подсудимого может сказать «Этот человек заинтересован в том, чтобы оклеветать моего подзащитного». Он не является надежным и заслуживающим доверия свидетелем. Мы не принимаем его показания. И если это произойдет, то судья не примет показания свидетеля. Так вот, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, говорит, в судный день придет человек и скажет «О Аллах, ты обещал, что это будет справедливый суд». И об одной из них мы сейчас расскажем. И тогда тот человек скажет «Я не доверяю никому из людей». То есть он попытается избавиться от любого свидетеля и попросит, чтобы он сам был свидетелем для себя. Он заявит «Я не приму ни одного свидетельства со стороны. Я приму свидетельство только от самого себя». И тогда Всевышний Аллах скажет «В тебе самом достаточно сегодня свидетеля». То есть сегодня ты сам будешь свидетелем против себя. Затем принесут книгу с его деяниями, которые были записаны благородными писцами. Рот того человека будет запечатан, и его органы начнут говорить. Аллах скажет им «Говорите». И они заговорят о его деяниях. Книга записей будет свидетельствовать обо всем, что он делал. Только после этого его рту будет позволено говорить. И первое, что он скажет, это ругань в отношении своего же тела и органов. Он скажет «Да пропадите вы пропадом! Все, что я делал, я делал ради вас самих! Все грехи, что я совершал, я делал ради вас!» Но, конечно, будет уже поздно что-то изменить. Это прекрасное предание, которое указывает, для чего нам будут даны книги с деяниями. Цель этого в том, чтобы никто не смог обвинить Аллаха в какой-либо несправедливости. Никто не сможет сказать «Ты привел свидетеля, которому я не доверяю». Мы будем свидетельствовать против самих себя. Нашей книги с деяниями будет достаточно для нас, и мы не сможем опровергнуть ни один пункт из того, что в ней написано, поскольку мы сами являемся авторами этих деяний, и наши тела будут свидетельствовать о них. Я напоминаю, подобный доскональный расчет не коснется благочестивых праведников. Их расчет будет легким и поверхностным. И, разумеется, это будет время великого смятения и страха. Однажды пророк, саллиллаху алейхи ва салям, вернулся к себе домой и увидел, что мать правоверного Аиша, да будет доволен ею Аллах, плачет. Посланник, саллиллаху алейхи ва салям, спросил, «Почему ты плачешь?» И Аиша ответила, какой же это прекрасный хадис. Она сказала, «Я боюсь адского огня, о посланник Аллаха. Я боюсь ада. Вспомнишь ли ты про свою семью в тот день? Вспомнишь ли ты про всех нас в тот день?» Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, ответил, «В трех случаях никто ни про кого не вспомнит». Первый случай у весов, пока не узнает человек, какая чаша с его делами перевесит. О весах в судный день мы поговорим на следующем уроке, иншаллах. Итак, первый случай – это когда будут установлены весы. И каждый будет беспокоиться только о самом себе, пока не узнает, какая чаша перевесит. Это один из трех случаев, когда каждый будет думать только о самом себе и ни о ком другом. Второй случай – когда будут разданы свитки с записями дел, и будет сказано, «Вот, читайте свою книгу». И человек будет полностью отстранен от всех, пока не узнает, в правую руку или же в левую руку из-за спины ему вручат его свиток. Это будет второй случай, когда человеку вручат свитки с его деяниями. Это наша с вами тема сегодня. И третий случай, когда каждый будет думать только о себе – это на мосту Ас-Сират, когда этот мост будет переброшен над адом, и людям будет велено пройти через него. Это очень сильный хадис, заставляющий нас остановиться и задуматься. В трех случаях, как сказал наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, каждый человек будет думать только о самом себе и ни о ком другом. Разумеется, это не касается самого посланника Аллаха, алейхи саляту ас-салям, поскольку, как мы знаем, он будет думать о своей общине в Судный день и во все эти периоды времени. Но он сказал так, чтобы нам было понятно, что в Судный день будут три события, когда обычный человек будет полностью погружен в свои мысли. Первый случай, когда будут установлены весы. Второй случай, когда раздадут книги с записями наших деяний. И третий случай, когда будет установлен мост над адским пламенем. И так принесут свитки или книги с нашими деяниями. И нам позволят просмотреть все, что в них есть. На прошлом уроке я говорил, что согласно одному хадису, имеющему некоторую слабость, вероятно, у нас будет возможность изучить эти свитки. И затем мы сможем защититься. И уже после этого будет вынесен окончательный приговор. Получается, будут три стадии. Сначала нам покажут свидетельства, и мы увидим и изучим их. Затем, возможно, Всевышний Аллах позволит нам защититься, как-то оправдаться за те или иные деяния, если в этом будет нужда. Но как мы сможем защититься? Ведь перед нами наглядно будут дела, которые мы совершили. И затем уже будет вынесен вердикт. И каким же будет этот вердикт? Свитки с деяниями будут вручены нам. Мы буквально получим эти свитки на руки. И от того, как, в какую руку мы их получим, будет зависеть наш приговор. Это будет первый способ. Опять же, забегая вперед, скажу, что будет и другой способ, а именно весы. О них мы поговорим на следующей неделе, иншаллах. А на этом уроке мы говорим о книгах или свитках с нашими деяниями. Будут ли свитки и весы в одно время или же в разное, мы не знаем. Возможно, сначала будут весы, а потом свитки. А возможно, наоборот. Возможно, они появятся одновременно. Все это относится к сокровенному знанию, которое нам не дано понять. При этом знание об этом никак не влияет на нашу веру. Однако мы должны знать обо всех этих этапах Судного дня, чтобы в некоторой степени подготовиться к ним, понимая, что в Судный день нам представят все наши деяния и что они будут взвешены. Итак, мы сказали, что будут принесены свитки с деяниями, и у нас будет возможность прочитать их, и затем эти свитки будут нам вручены. И от того, как они будут вручены нам, будет зависеть, сдадим ли мы этот экзамен и пройдем дальше, или же мы его провалим. То, как нам вручат эти свитки, и как мы вернемся к нашим семьям, будет указывать на наше дальнейшее положение. Опять же, об этом совершенно четко и прямо говорится в Коране и в Судне. В суре Аль-Хаqqа Всевышний Аллах приводит несколько замечательных аятов. Мы прочитаем каждый из них. И затем мы упомянем аяты из суры Аль-Инфитар. Итак, начнем с суры Аль-Хаqqа, 17 аят, и далее. «Ангелы будут находиться по его краю, и восьмера понесут над собой трон твоего Господа». Итак, в этих аятах Всевышний Аллах говорит про события Судного дня, о том, что небеса расколются, и затем восемь ангелов понесут трон Аллаха, и эти ангелы будут находиться по краям неба, кружась вокруг событий Судного дня, и понесут трон Господа твоего над ними в тот день восемь великих ангелов. Итак, будет принесен трон Аллаха, и все события Судного дня будут как будто бы на одной арене, окруженной ангелами. И далее Всевышний Аллах говорит, «В тот день вы предстанете перед Аллахом». Мы уже говорили о представлении всех людей в Судный день. В тот день, то есть в День Суда, вы, люди, будете представлены перед Аллахом для расчета и воздаяния, и не останется сокрытой перед Ним ни одна ваша тайна. Всевышний Аллах увидит все и всех, и никому не удастся ничего скрыть. Далее Аллах Велик Он и Возвышен говорит, «Тому, кому Его книга будет дана в правую руку». Заметьте, на прошлой неделе мы говорили о том, что все люди предстанут перед Аллахом, и что Он будет смотреть на них. И здесь, в 18-м аяте также говорится, «В тот день вы будете представлены». И уже в следующем аяте говорится, «ФААММА МАН УТИЯ КИТАБАХУ БИЯМИНИХИ». Тот, кому Его книга будет дана в правую руку, скажет, «Вот, посмотрите, что я делал. Прочтите мою книгу». Он воскликнет от радости. Когда кто-то сдает экзамены и переходит на следующий курс, то кричит на весь класс, «Ура! Я сделал это! Я прошел тест!» Настолько он радуется успеху. И в Судный день человек тоже воскликнет, «Вот, вот, смотрите, прочитайте мою книгу». Я верил в то, что мне предъявят счет. Я знал, что наступит день, когда я получу свой расчет, и моя книга с деяниями будет вручена мне. И вот про такого человека Всевышний Аллах говорит, «Для него будет отратная, довольная жизнь, в Вышнем саду, где плоды склоняются низко, и поэтому до них легко достать». Ешьте и пейте воздравие за то, что вы совершили в минувшие дни. Больше не беспокойтесь о тяготах мирской жизни, которая у вас была, ведь теперь вас ждет легкая, благая жизнь. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, «Итак, будут те, кому книга будет дана в правую руку, и будут те, кому книга будет дана в левую руку». Скажет, «Лучше бы мне не вручали мои книги». «И если бы я вообще не знал, каков мой расчет». «О, лучше бы она», то есть смерть в земной жизни, «была концом всего». Другими словами, он будет желать, чтобы он вообще не существовал, чтобы он исчез полностью, чтобы ничего с ним никогда не происходило. Он скажет, «Не помогло мне мое богатство». «Лишился я своей власти». И Всевышний Аллах скажет ангелам, «Схватите его и закуйте в оковы, потом бросьте его в ад и нанесьте его на цепь длиной в 70 локтей. Ведь поистине он в своей земной жизни не верил в великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. И сегодня здесь у него нет близкого, любящего родственника. И нет пищи, кроме кровавого гноя, выходящего из тел адских мучеников и так далее. Давайте поразмышляем над этими аятами. Это очень сильный отрывок, описывающий в ярких красках расчеты вручения свитков в судный день. Представление людей перед Аллахом. Поведение и реакция тех, кто получит книгу в правую руку и тех, кто получит свои свитки в левую. И об этом прямо говорится в аятах. Таким образом, человек, которому вручат книги с деянием и сразу поймет свое положение. Только одна его рука будет активной. Если человек поднимет свою правую руку, да сделает нас Аллах из их числа, то именно он спасется. А другой человек, который получит книгу в левую руку, будет знать, что его ждет погибель и мучение, и что он провалил этот экзамен. В суре Али-Ниши-Каа также приводится несколько аятов, которые, уверен, знакомы многим из вас. Всевышний Аллах говорит, «О, человек, ты стремишься к своему Господу». С тяготами и трудностями пробиваешь себе путь к Господу, понемногу, раз за разом, день ото дня, испытание за испытанием, и ты встретишься с ним. Это будет личная встреча с Господом, которая ждет каждого из нас. И что же произойдет на этой встрече? Давайте прочтем аяты. «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, тот будет рассчитан легким расчетом. И это будет самый легкий расчет, самый лучший расчет». Наши ученые говорят, что не каждый, кто получит свитки в правую руку, избежит детального расчета. Возможно, некоторые мусульмане, которые совершали грехи в мирской жизни, все-таки войдут в рай. Однако в Судный день их будет ждать тяжелое испытание, когда каждое их деяние будет тщательно проверяться. Но в любом случае, того, кто получит свитки с деяниями в правую руку, будет ждать легкий расчет. «И он вернется к своей семье радостным, он вернется к своей семье невероятно счастливым. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель. Он не захочет больше жить. «И он войдет в огонь». Он радовался, находясь в кругу своей семьи, полагал, что не вернется обратно к Аллаху Субхану Ва Тааля. «Но нет же, ведь поистине его Господь видел его всегда со дня его сотворения». Я хочу, чтобы вы еще раз прочитали эти аяты и поразмышляли над ними. Это сура Аль-Иншикак, аят из 7 по 15. Пожалуйста, еще раз прочитайте эти аяты. Я повторюсь, что одна из целей наших лекций – это чтобы вы знали о доводах, чтобы вы возвращались к Корану и сами видели, что Аллах говорит вам. Не опирайтесь только на мои слова. Возвращайтесь к Корану, читайте Коран. Сура Аль-Иншикак, аят из 7 по 15. Обратите внимание на этот замечательный контраст. Всевышний Аллах говорит, что праведный человек вернется к своей семье счастливым и ликующим в судный день. А нечестивый грешник, который был счастлив и жил в благополучии в этом мире, который пренебрегал вечной жизнью, будет сильно опечален в тот день. Заметьте, как Всевышний Аллах проводит контраст. Для праведника истинное счастье и радость наступят в следующей жизни. Поэтому Всевышний Аллах говорит и он вернется к своей семье радостным, счастливым, ликующим. А что касается нечестивца и грешника, то Всевышний Аллах сказал он радовался, находясь в мирской жизни в кругу своей семьи. Обратите внимание на один важный момент. Всевышний Аллах словно говорит, счастье этого человека заключалось в материальных удовольствиях этого мира. И эти материальные блага и удовольствия сделали его высокомерным и заносчивым. Настолько, что прожив столько лет в этом мире, все, что доставляло ему радость, было связано с его богатством и семьей. Другими словами, тот, кто стремился к счастью и удовольствиям только в мирской жизни, не получит их в вечной. А что касается праведника, то он нашел свое счастье в вере в Аллаха и его богатство и семья также были источником радости в мирской жизни. Однако истинным его счастьем было стремление к довольству Аллаха субханху ва-та-Аля. Когда довольство Аллаха становится вашей главной целью, вы приобретаете счастье и в этом, и в следующем мире. И нам не нужно делать выбор. Я часто говорю про распространенную ошибку людей, когда они выбирают либо одно, либо другое. Некоторые считают, что если они хотят стать праведными, они должны оставить все удовольствия этого мира. И если они стремятся к удовольствиям этого мира, то значит, они неправедны. Нет, это не так. Тот, кто стремится к довольству Аллаха, найдет самые чистые удовольствия этого мира. И самым большим удовольствием для него будет поклонение Аллаху субханху ва-та-Аля. А кто стремится только к удовольствиям и радостям этого мира, тот никогда не будет полностью удовлетворен. Он будет все чаще менять эти удовольствия и еще глубже уходить в свои страсти. так и останется неудовлетворённым, пока смерть не явится к нему. И затем он встретит Аллаха, субханаху ва тааля. И всё то счастье, которое у него было в этом мире, обернётся горечью и сожалением вечной жизни. Задумайтесь об этих аятах. Как Всевышний Аллах описывает истинное счастье праведных, и когда они его ощутят? И в чём заключается счастье нечестивцев? Следующий момент очень интересный. В этих аятах Аллах, субханаху ва тааля, говорит, что человек получит свою книгу деяний из-за спины. А в предыдущих аятах Всевышний Аллах говорит, что человек получит книгу деяний в левую руку. Некоторые из учёных сказали, что будут три категории людей. Праведники получат свитки с деяниями в правую руку. Грешники, которые отправятся в ад, получат их в левую руку. А худшие из худших, которые также окажутся в аду, получат свои деяния из-за спины. Другие же учёные сказали, что на самом деле будут только две категории. Те, кто получат книгу в правую руку, и кто получит в левую. Но когда люди будут получать свою книгу в левую руку, им станет настолько стыдно, они будут настолько шокированы и подавлены тем, что с ними произошло, что они попытаются спрятать свои свитки за спиной. Получается, те, которые получат свои свитки деяний в левую руку, и те, которые получат их из-за спины, это одна и та же категория людей. Те, кто получат их в правую руку, вернутся к своим семьям, кричая или куя, «Смотрите, я прошёл, я получил это! Это то, чего я так желал! Я знал, что встречу Аллаха Субханаху ва Та'аля!» Аль-Хасан-уль-Басри, великий учёный Табиин, сказал, «О, сын Адама!» Он как будто рассказывает о том, что будет в Судный день. «О, сын Адама! Твои свитки с деяниями будут распростёрты, и будут назначены два благородных ангела, чтобы следить за тобой. Один с правой стороны, а другой с левой. Делай, что пожелаешь, уменьшая или увеличивая то, что было написано». Когда ты умрёшь, твои свитки с деяниями будут скручены и поставлены тебе на шею, в то время, как ты будешь в могиле. Затем, когда ты встанешь из могилы, ты увидишь свои собственные свитки, и ты получишь их раскрытыми, и тебе будет сказано, «Читай свою книгу. Клянусь Аллахом, тот, кто сделал тебя судьёй над самим собой, проявил бесконечную справедливость». Это были слова Аль-Хасан-уль-Басри, описывающего события Судного дня на основе Корана и Сунны. Он говорит, что когда человек умрёт, его свитки с деяниями свернут и положат ему на шею. Возможно, он сделал этот вывод из аята, в котором Аллах говорит, «Каждому человеку мы повесили на шею его деяния». Из этого Аль-Хасан-уль-Басри сделал вывод, что когда человека кладут в могилу, то с ним вместе будет символическая книга или свитки с его деяниями. То есть человек в буквальном смысле будет охранять свои свитки, и никто не сможет их как-либо изменить. И затем, в Судный день, человек выйдет из могилы и увидит свои свитки с деяниями уже развернутыми. Также из хадисов мы узнаем, что не все свитки будут одинаковой длины. В Суннане Ибн Маджа приводится хадис, в котором Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «В Судный день Всевышний Аллах скажет, раскройте свитки». И тогда свитки с деяниями будут раскрыты. В другом хадисе говорится, что будет 99 свитков. Каждый из них будет настолько длинным, насколько может охватить взгляд. Итак, не все свитки будут одинаковой длины. В зависимости от того, как долго вы прожили, что вы делали, а также в зависимости от количества и качества ваших деяний, длина ваших свитков также будет разной. Также можно понять, что, возможно, эти свитки будут разных видов. Они не будут все одинаковыми. В Муснаде Имама Ахмада приводится один прекрасный хадис. Я часто упоминаю именно эту книгу, потому что, как я уже сказал, это самый большой сборник хадисов. Я прочитаю этот хадис с оригинального источника. Он находится в одном из последних томов Муснада, в 43-м томе. Издание, которое у меня, выпущено знаменитым издательством Муассаса Тур-Рисаля. Оно было отредактировано известным ученым Шуайбом Алярнаутом, да смилуйся над ним Аллах. Он и группа других ученых по хадисам провели огромнейшую работу по редактированию всего этого великого труда. Повторюсь, Муснад Имама Ахмада это один из прекраснейших трудов по хадисам. И это издание замечательное и очень полезное. Шейх Алярнаут и другие ученые изучили в нем каждый хадис. И если у хадиса были другие версии или другие цепочки передатчиков, то они указывали это в примечании. Так что это очень ценный и прекрасно составленный труд, изданный в 50 томах. Только представьте себе, 50 подобных книг. И все это Муснад Имама Ахмада. Он особым образом упорядочил сподвижников-передатчиков хадисов, начав, разумеется, с Абубакра, Аумара, Русмана, Алейда, Будет доволен имя Аллах, и далее он приводит хадисы от остальных сподвижников. И затем, из уважения к женщинам-сподвижницам, он поставил их в самом конце. Опять же, это было сделано лишь из уважения к ним и соблюдения скромности, которая проявляется даже в книгах по хадисам, а не для того, чтобы как-то умолить их достоинства. Итак, все предания от сподвижниц приведены в последних главах Муснады. Поэтому мы берем последний том, открываем 43-ю главу, чтобы прочесть хадис от матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах. Этот хадис приведен в главе, где собраны предания от Аиши. Повторюсь, это одна из последних глав всего сборника Имама Ахмада, где приведены хадисы от женщин-сподвижниц. После этого хадиса мы закончим наш сегодняшний урок, поскольку у нас уже не осталось времени на рубрику «Вопросов и ответов». Итак, вот этот хадис от нашей матери Аиши, да будет доволен ею Аллах. Имам Ахмад передает хадис под номером 26031. Итак, Аиша говорит, «Я слышала, как Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, у Всевышнего Аллаха три вида записей. «Запись, на которую Всевышний Аллах не обратит внимания». «Запись, из которой ничто не будет упущено». «И также будет запись, обладателя которой Всевышний Аллах не простит». «Что касается записи, обладателя которой Аллах не простит, то это предание Аллаху сотоварищей. Если человек совершал многобожие, и затем он умер, не покаявшись, то, как Всевышний Аллах сказал в Коране, «Тому, кто предает Аллаху сотоварищей, Аллах запретил рай». Мы убеждены, что единственный грех, который Всевышний Аллах не простит, это ширк или предание Аллаху сотоварищей, и то, если человек не покается за него еще при жизни. Мы уже говорили, что многобожник может удостоиться прощения от Аллаха, если он покается до того, как умрет, поскольку покаяние полностью меняет положение человека. И покаяние многобожника будет принятие им ислама. Итак, будет запись деяний, обладатель которой никогда не будет прощен. Если человек, будучи многобожником, умрет, то никогда не будет прощен. И это тот, кто предавал Аллаху сотоварищей. Что касается записи деяний, на которые Всевышний Аллах даже не обратит внимания, то это притеснение рабом самого себя, то есть того, что между ним и его Господом. Например, пропущенный пост или пропущенная молитва. Поистине Всевышний Аллах простит это, если пожелает. Этот хадис требует разъяснения, поскольку кто-то может услышать его и неправильно понять. Итак, в хадисе говорится, что будет запись, на которую Всевышний Аллах не обратит внимания. И это будут личные грехи, совершенные рабом, и которые будут между ним и Аллахом, субханху ва тааля. Возможно, такой человек не соблюдал пост, как положено. Или же он пропустил молитву, которую обязан был вовремя совершить. Вот такие грехи и упущения Всевышний Аллах может простить, кому пожелает. Ключевые слова здесь – это «если Аллах пожелает». Или «кому Аллах пожелает». Поскольку они подразумевают, что могут быть и те, кого Всевышний Аллах не пожелает прощать. И такие люди будут отвечать за свои грехи. И вот здесь стоит поговорить о положении грехов. Параллельно с этим циклом я провожу и другой цикл, посвященный как раз по этой теме. Он называется «Реальность грехов». И лекции на эту тему будут выходить вместе с этим курсом. И на данный момент вышел только один эпизод. С позволения Аллаха, на этой и следующих неделях выйдут второй, третий и четвертый эпизоды. И вот в том цикле я говорю про категории грехов и что нам делать, чтобы надеяться на прощение наших грехов. Приведем несколько пунктов из того цикла здесь. Что касается тех людей, у которых будут малые грехи, то их благодеяния сотрут все малые грехи. И тогда этот хадис звучит совершенно понятно. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, говорит, что будет запись деяний, на которые Всевышний Аллах даже не обратит внимания. Если человек при жизни совершал только малые грехи, и при этом он совершал все обязательные виды поклонения, соблюдал все столпы ислама и избегал больших грехов, тогда с позволения Аллаха и его благодеяния сотрут эти малые грехи. В таком случае человек, совершавший только малые грехи, может избежать наказания в аду. Однако он может быть наказан другими способами, но не адским огнем. Что же касается больших грехов, то если Всевышний Аллах грешит, то он простит. И ключевые слова здесь «если Аллах пожелает». Если Аллах пожелает, то он простит, а если не пожелает, то не простит. Итак, это был второй вид записей. И что касается третьего вида записей, то Всевышний Аллах не оставит ничего из них, и это притеснение одних рабов другими. Когда совершают несправедливость, притеснение и грехи в отношении друг друга. Сюда относятся злословие, клевета, воровство, причинение травм и любого вида вреда и несправедливости к людям. И в этих грехах люди будут сами разбираться друг с другом. Аллах не будет вмешиваться в разбирательство людей, которые совершили зульм, несправедливость, в отношении друг друга. Этот прекрасный и замечательный хадис говорит нам о том, что записи или свитки с записями деяний будут разных видов. Будут ли это три разные группы записей, или они как-то будут по-другому разделены, мы не знаем. Но суть в том, что будет три вида записей. И самое главное для нас не иметь никакого отношения к той записи, обладатели которой совершали многобожие. Также мы должны сделать все, чтобы в наших записях не было притеснения и вреда в отношении других людей и творений. Мы ни за что не захотим, чтобы в судный день кто-то пришел и сказал «О Аллах, этот человек сказал то-то обо мне, этот человек обидел меня, причинил мне зло, поскольку это будут грехи, из-за которых вы останетесь один на один с тем, кого вы обидели». Безграничная справедливость Аллаха заключается в том, что если между двумя людьми будут неразрешенные споры или обиды, Всевышний Аллах предоставит им возможность спросить друг с друга. И в тот день валютой для возмещения ущерба будет не золото или серебро, не доллары или фунты, не биткоины или что-то еще. Валютой будут благодеяния и злодеяния. Поэтому остерегайтесь, о вы, которые ходят по земле и причиняют зло другим людям, клевещут на людей, воруют имущество людей. Остерегайтесь, о те, которые не следят за своими языками и сплетничают и злословят направо и налево. Остерегайтесь, о те, которые задевают честь и достоинство других людей, мужчин и женщин. Остерегайтесь, о те, которые сеют смуту, нечестие и пороки в обществе. Даже если ваши благодеяния будут достигать небес, в сутный день Всевышний Аллах позволит каждому, кого вы обидели, на чью честь вы посягнули, кого вы притеснили, каждому из них Всевышний Аллах позволит спросить с вас. Они скажут, «О Аллах, этот человек притеснил меня. Я хочу спросить с него». В тот день каждый притесненный сможет потребовать свое право непосредственно со своего обидчика. И Всевышний Аллах, будучи самым справедливым и совершенным царем, позволит ему это сделать. Так что остерегайтесь этого, поскольку в тот день притеснители и беззаконники увидят последствия своих злодеяний. И в тот день притесненные будут жадно искать и требовать для себя каждое благодеяние своих обидчиков. Любое благодеяние, которое они смогут забрать у тех, кто причинил им зло, кто говорил за их спиной, кто несправедливо поносил их, издевался над ними, они будут требовать каждое благодеяние со своих обидчиков. И я гарантирую вам, что в тот день каждый из нас будет жадно хвататься за каждое благодеяние и будет пользоваться любой возможностью, чтобы забрать его у других. И в первую очередь это касается тех, кто причинял людям зло. Поэтому пусть все те притеснители, злодеи и беззаконники покаются перед Аллахом в этом мире до того, как их покаяние станет бесполезным. Всевышний Аллах говорит, пусть же остерегаются те, которые противятся Его воле, как бы не постигло их искушение или не постигли их мучительные страдания. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, аз-зульм — это зулюмат, то есть мраки в судный день. Поэтому, о мусульмане, остерегайтесь любых видов зульма в этом мире. Что касается грехов между вами и Аллахом, то просите у Аллаха прощения за них. Думайте только наилучшее об Аллахе. Даже если вы боитесь наказания от Всевышнего Аллаха, надеетесь, что если вы покаетесь, и если вы будете праведными людьми, стремящимися к благодеяниям, то, иншаллах, грехи между вами и Аллахом будут прощены, прощающим и милостивым. Главное, искренне кайтесь перед Аллахом. С позволения Аллаха мы продолжим на следующем уроке. До встречи. Ассаляму алейкум у рахматуллахи уа баракату. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.